У тебя есть автомобиль, но ты мало его используешь и он просто стоит? Или может быть у тебя нет автомобиля и ты думаешь, что взять его на прокат очень дорого? Попробуй новый сервис Rent&Ride. Это уникальная площадка для сдачи своего автомобиля в аренду или аренды автомобиля у частных лиц. Зарабатывай на своем автомобиле, возмести расходы на его обслуживание или возьми классную машину на прокат. Это совсем недорого. Rent&Ride – удобное и надежное место встречи автовладельцев и арендаторов. Попробуйте. Компания Porsche привезла аж три новинки на автосалон в Лос-Анджелесе. Две из них имеют приставку GTS. Это 718 Cayman и Boxster, соответственно. Ну, надо сказать, что GTS традиционно для Porsche – это такие вот супер выверенные, проверенные временем и оснащенные лучше всего модели. Если вы посмотрите на любую версию GTS, то вы увидите, что это, как правило, автомобили, которые быстрее, чем обычные версии S или какие-то другие модификации Porsche. Это автомобили, которые укомплектованы большим количеством перформанс, таких спортивных опций. И плюс это автомобили, которые рассчитаны на то, что вы будете эксплуатировать их каждый день для себя и получать от этого удовольствие. Они особенные. Я помню, что ездил на Cayman еще до рестайли GTS и был просто очень сильно впечатлен. Ну и вот теперь это уже новый рестайлинговый Cayman. Ну и, соответственно, Boxster. Посмотрите, как выглядит здесь. И особый стайлинг. Видите, черные задние фонари, черный некрашенный диффузор, сдвоенный выхлоп, но это традиционно для Cayman. Соответственно, особого дизайна колесные диски черные. Плюс дополнительные опции по салону, которые обычно вы можете купить за деньги, а здесь они предоставляются как бы уже в базовой комплектации. Ну, действительно, машина классная. Единственная, конечно, проблема, которая преследует все версии GTS, это то, что они, естественно, дороже, чем обычные версии или версии S. Соответственно, они заходят уже на границу 911 и начинают конкурировать со старшей моделью. Ну, а, конечно, когда вы выбираете себе Porsche, если вы смотрите на высокую цену, то вы хотите купить уже классический 911, поэтому GTS традиционно такой автомобиль для понимающих, автомобиль для фанатов. Но вот выглядит он вот так, и машина, конечно, более чем прекрасная. Видите, что здесь особенный такой передний бампер, тоже необычный стайлинг используется для того, чтобы выделить версию GTS от всех остальных модификаций Cayman. Ну, и то же самое можно сказать про Boxster. По большому счету, отличий тут практически нет. Машина, кстати, стала чуть мощнее на несколько лошадиных сил, чем обычная версия S. Тот же самый турбированный мотор, который используется в версиях S. Здесь он получил немножко больше лошадиных сил, чуть-чуть прибавку в крутящем моменте. Но в целом, по сути, то же самое. Такая заводская, знаете, доводка аккуратная. Но при этом машина достаточно быстрая, разгоняется до сотни за 4,1 секунду. Если вы купите пакет Sport Chrono и возьмете автомобиль вместе с коробкой передач роботизированной, тогда получатся такие характеристики. В США, кстати, машина доступна и на ручке. Но в России, конечно, такие машины не пользуются популярностью. Интересно, что уже объявлены цены. Машина стоит почти на 1,8 миллиона дороже, чем базовая версия. И Cayman GTS начинается от 5 миллионов и 200 тысяч рублей. То есть заметно дороже, чем начальные базовые комплектации. Но куда более интересной новинкой, на мой взгляд, является третья. Вот это. Это новая Carrera, которая получила индекс T. Которая означает, что это самая простая версия 911, которая доступна на рынке. Облегчили кузов на 30 килограммов. Мощность осталась такой же, 370 лошадиных сил. Убрали лишнюю шумоизоляцию, убрали какие-то дорогие опции, которые мешали продавать этот автомобиль. Например, ручки из металла хромированные они заменили на такие тканевые. Смотрите, вместо кресел механизированных они поставили ковши, которые практически не регулируются. Ну и автомобиль при этом разгоняется до сотни за 4,2 секунды в самом топовом исполнении, если вы выберете его с роботом ПДК. Ну, если на механике, то это будет 4,5 секунды до сотни. То есть в любом случае эта машина, она интересна. Интересна тем, что здесь просто убраны ненужные опции, но оставлена сама суть. При этом возможно, что машина даже Carrera T будет интереснее по управляемости, чем, к примеру, просто Carrera или Carrera S. Потому что, опять же, она легче и, ну, как бы правильнее. И в этом, по-моему, большой плюс этой модели и идеологию, которую применили Porsche для того, чтобы выпустить ее на рынок. Ну и получается, что они убили двух зайцев. С одной стороны, дешевая версия, с другой стороны, не дешевая, а простая и легкая и правильная. Круто, молодцы, вот прям действительно молодцы. Продолжение следует...